Сегодняшнее аппаратное совещание, которое ввел глава муниципального образования Хаса-Юртовский район Джамбла Шапиев Салав, началось с приятного сообщения. По итогам 2014 года администрация Хаса-Юртовского района по развитию спорта признана лучшей в республике. Перед началом нашего аппаратного совещания у Лагита Лиханча. Приятная миссия, поэтому дадим ему слово, поднашивая нас информация, пожалуйста. Ежегодно Министерством по физической культуре и спорту в республике Дагестан проводится астериканский смотро-конкурс среди городов и районов республики Дагестан на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта. Подведены итоги за 2014 год и по итогам муниципального образования Хаса-Юртовский район занял первое место, награжден район дипломом первой степени и кубком. Позвольте мне вручить в главе района диплом первой степени Министерства по физической культуре и спорта и вот такой замечательный кубок за вашей кубок. Министерство по физической культуре и спорта в республике Дагестан награждает главу муниципального образования Хаса-Юртовский район Салава Дюмала Чапивича за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в республике Дагестан в 2014 году. Министерство по физической культуре и спорта награждает грамотой подседателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Исакова Ахмеда Исраиловича за активное участие в развитии физической культуры и спорта. Молодец, поздравляем. Молодец, поздравляем. Не просто так, занят, конечно, первое место. У нас много, конечно, по этому направлению проводится и спортивно-мастерные мероприятия, и торжественные какие-то мероприятия. Поэтому еще раз хочу сказать и Министерству физической культуры, конечно, огромное спасибо и всем вам, уважаемые коллеги. Это наша всеобщая работа. Ее отдельно хочу еще раз поздравить Ахмеда Исраиловича, руководителя нашего отдела, что дальше тоже желаем таких же успехов. Всем нам вместе. Затем руководители структурного подразделения отчитались о проделанной работе за истекшую неделю. Так, Мусим Али Султан, управляющий делами администрации, информировал о мероприятиях, где принимали участие ответственные работники администрации. 25 февраля в селении Кондорол по инициативе администрации муниципального образования в Сайтовский район состоялась встреча с сельским советом депутатов, советом историчных села, общественным советом и представителем молодежи по вопросу обсуждения проблемных вопросов в селе. На встрече приняли участие первый заместитель председателя районного собрания депутатов Владимир Глобазанов, заместитель главы администрации Руслан Амаев, начальник отдела по работе с обращениями граждан Акаф Акаф. 25 февраля глава Сайтовского района Джомла Цалав провел заседание межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости населения и повышения собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В зале заседания района администрации стоялось внеочередное совещание с главами сельских поселений и их заместителями под руководством главы администрации района Боташева Загира Гаджича. В повестке дня был обозначен вопрос снижения неформальной занятости населения и повышения собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. На прошлой неделе в актовом зале заседания района администрации стоялось совещание с ответственными лицами по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в муниципальных образованиях Сайтовский район. По вопросу корректировки планов мероприятий реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в муниципальном образовании Сайтовский район открыл совещание главы администрации района Боташев Загир Гаджич. На совещание приняли участие начальники управления и ведомств Министерства Республики Дагестан. Лекторская группа в составе главных специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и их прав Камиловой Найдин Саидовны и представители отдела полиции Хазайтовского района провели круглый стол в муниципальных образовательном учреждении Байрамовской среднеобразовательной школы на тему правовой част. Заседание регионального политического совета Дагестанского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» состоялось в здании администрации Мхачкалы. Вел мероприятие секретарь Дагестанского отделения партии «Единая Россия», член Генерального совета партии, и председатель Народного собрания Республики Дагестана Хизрейских Саидов. На повестке дня были обозначены вопросы, касающиеся планов работы партии «Единая Россия» в Народном собрании Республики Дагестана в 2015 год, участие партии в реализации тезисов послания главы Республики парламенту Дагестана, утверждение положения порядка предварительного внутрепартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований. В работе заседания принял участие глава муниципального образования Салау Дюмблад Шапеевич. 26 февраля правительству Республики Дагестан состоялась встреча главы Республики Дагестана Рамазана Блатипова с руководителями проектных офисов органов исполнительной власти Республики. Обращаясь к руководителям проектных офисов органов исполнительной власти, Рамазан Блатипов отметил, что для них возлагается большая ответственность как на координаторов по адаптации приоритетных проектов на местах. Встреча с главой Республики Дагестан принял участие руководитель офисной группы по приоритетным проектам Республики Дагестан в муниципальном образовании и начальник отдела по опеке, попечительству и делам несовершеннолетних Усейнов Рустам Сайловханович. В Дагестанском государственном университете народного хозяйства состоялся семинар-практикум по вопросу управления проектом «Базовый курс» под руководством начальника управления администрации главы и правительства Республики Дагестан по вопросам экспертизы и проектного управления Дмитрия Ленькова. В работе семинара-практикума приняли участие глава муниципального образования Салау Джамат Шапиевич и первый заместитель главы администрации, ответственный за реализацию мероприятий и приоритетных проектов развития Республики Дагестан Хизрей Мурат Хашгиревич. Сегодня остается очередное совещание актива района с повесткой дня. Первое – о итогах социально-экономического развития муниципального образования Ксертовский район за 2014 год и приоритетных направлений деятельности на 2015 год. Второе – о подготовке сельхозтоваропроизводителей к весеннеполевым работам в Ксертовском районе в 2015 году. И третий вопрос – о ходе выполнения плана по сбору местных налогов и актуализации земельных участков сельских муниципальных образований. Абдул Можидович зачитал постановление главы о праздничных днях. О праздничных и нерабочих днях в марте. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, постановление правительства Российской Федерации номер 860 27 августа 2019 года о переносе в ходных дней в 2015 году, нерабочими праздничными днями объявлено 7, 8, 9 марта 2015 года. То есть 10 на работу во вторник. У меня еще данное постановление имеется у каждого начальника структурного подразделения. Дополняя управляющего делами, Джан Блашайпиевич более конкретно остановился на некоторых моментах. Довольно-таки насыщенная наша общая работа. Поэтому не только, конечно, руководитель подразделений. И мы все заместители были почти большую часть этой недели в республике. Занимались каждый день по одному мероприятию, по второму мероприятию, включая даже выходные. Мы были постоянно каждый день в вашем плачке. Мы начали совещание, эффектное проектное управление. Вот этим всем занимались, закончили все эти вопросы. И сегодня на таких мероприятиях, на аппаратном мероприятии есть что уже доложить, есть дать какую-то информацию. Огромная работа проводится. Вот и по всем этим неделям, в прошлом, какие были мероприятия, совещания. Были моменты, где и поблагодарили за хорошую работу. Были и замечания в наш адрес. Поэтому, что касается работы нашего районного собрания, это в лице Маргарита Магоменча, нашего первого заместителя. Конечно, мы получили благодарности. Потому что это был один из серьезных вопросов. Все республику собирали. И дали пример работу Хасовертовского района, нашего представительного органа. Сказали, что брали пример, и можно проводить именно наше завещание, чтобы другие районы у нас учились опыту. Были замечания по двум направлениям. То, что мы еженедельно должны докладывать по субботам общественно-фагическую ситуацию в районе. И там есть таблица, где мы одну неделю не дали информацию, а остальных четыре недели мы не дали. Там есть числа, обозначения. И именно есть такое. Мы даем не надо какую-то информацию, даем ни оттуда, ни туда. Со своей отмобильной, чтобы не давали информацию. Со своей электронной личной почтой не надо информацию отправлять. Это грубое нарушение. Никто туда не будет заходить, и этот зачет никто не считает. Есть управление по внутренней политике, которое занимается прямой нашей работой. И нам приходится каждому отчитываться перед главой или перед начальником управления по внутренней политике за вашу работу. Поэтому, чтобы этого не было, мы меры примем по этим тоже нашим недопущениям. И лично вы должны докладывать. Лично вы не управделами, не какой-то специалист. Лично вы должны докладывать и должны письменно отправить и по электронной почте, и СМС-сообщение. И каждое мероприятие, но раньше таких требований не было. Сейчас каждое мероприятие, которое имеет какой-то резонанс, уже нас обязывает. Мы должны первым докладывать. Если они узнают это не от нашего официального сайта или от нашего официального работника, это уже считается, как мы здесь информацией не владеем. Причем потому, что они также информацию дают Москву, сразу управлеваемым президентом России. И когда Москва звонит, это получается, что они тоже республика на месте не владеет ситуацией. Так что, конечно, и муниципалитеты однозначно не владеют информацией. Поэтому это всем нашим службам касается. И со всеми тоже, если нужно, сделайте соглашение, Артем Ильич. Начиная с СБ, прокуратуры, МВД и всеми нашим другим подразделениям, которые должны в срочном, в первом порядке порядке, чтобы нас сообщали. Никого-то, где-то, мы главное руководство здесь, в этом районе, со всеми, если надо, распоряжением, постановлениями или рекомендациями, или соглашением с ними взаимодействовать, организуйте. То в первую очередь мы знали. И это разница нет. Там есть перечень всякой родной информации, я вам передам эти материалы. Начальник управления сельского хозяйства, из-за имени Таня Резбиев, говорил о участии на совещании и о проведении весеннеполевых работ. Посадка картофеля и виноградников идет полным ходом. В Кизель состоялось совещание по вопросам проведения второго рестулиганского форума «Заимодельцы», которое принято в Казахстан районе, селения Аверьяновка, 24 марта этого года. 15 марта состоится повторное совещание, где скажут, как будем участвовать, где построим Майдан и как. В общем, порядок. Говорят, Майдан обязательно, потом говорят, что меняют, или там, чтобы много Майданов не было рестулиган, они ставят его несколько, по национальной культуре, чтобы они обозначили. Поэтому вы это все корректируете, если на нашем районе обязовать Майдан, чтобы там одним из лучших, чтобы самые лучшие наши были. И, пожалуйста, то, что нужно, сразу задействуйте, все службы наши, где финансы нужны, где хозяйственные, там, расходы нужны. Кто проснул вопрос по вытруке весеннеполевых работ? У нас в Союзской войне уже начались весеннеполевые работы. В первом поступении весеннеполевых работ на селены, он пункт на селены будут ощутки Кухрек. Там идет посадка раннего картофеля ранних сортов. А также сельхостворопроизводителей в нашем районе одним из первых поступили под корреки азерной культуры. Это такие хозяйства, как МОП, Осмайюховская и СПК Гранит. Продолжается в районе у нас полив виноградников, садов, многолетних, то есть трав, а также азерной культуры. Управление сельского хозяйства завершается приемом годовых отчетов. У нас срок до 10 марта осталось несколько хозяйств, мы успеваем это сдать, поэтому с ко вторник мы сдадим. На прошлой неделе сдавил в Министерстве сельского хозяйства пакет документов для получения субсидий по несвязанной поддержке. Работаю по плану, никаких проблем нет. Неделя в районном управлении образования начинается с обсуждения насущных вопросов. Идет активная подготовка к 70-летию Победы. Вчера на очередном совещании актива управления образованием обсуждение вопросов, представления услуги по образованию и качестве их представлений. И обсуждение многих других вопросов. Основные вопросы у меня были мониторинг сайтов образовательной организации и работы с ними. Но так как финансирование интернет-связи идет через Министерство образования в Дагестане, были некоторые проблемы. Мы написали в Министерство образования об отсутствии интернет-связи в тех или иных образовательных организациях. Проводится большая работа по выполнению плана празднования 70-летия Победы. Во многих школах проходятся мероприятия, согласно плану проведения, уже сианвера месяца у нас идет мероприятие. Во селении Нурадилова состоялось интереснейшее мероприятие совместно с Министерством образования республики Дагестана с приглашением соседних районов, эти Новолагские, Кизелью. Что это мероприятие? Мероприятие называлось «Мы с единой семьей живем». Это тоже посвященное к празднованию 70-летий Победы в Великой Отечественной войне. И так же проводится, вчера у нас состоялось управление образованием, управление образованием, предоставление телевидения. Итоги проведенного мероприятия, название «Вахта памяти», там были обелиски, там были и другие ручные работы, которые делали наши ученики в школах. Эти работы были победители районного конкурса. Проводятся и другие работы, следующие системы образования. Идет подготовка к единому государственному экзамену и ГИА, проведение итоговой аттестации. С этой целью у нас идет обучение сейчас всех участников, которые привлечены для проведения этого мероприятия. Работа идет согласно плану. Идет также с учетом и ваших замечаний, и замечаний в Министерстве образования и тюрьмы Дагестан по повышению квалификации педагогических работников. Работа проводится. Мы составили дополнительное соглашение с Институтом повышения квалификации, с выездом на место на базу Дагестанского государственного университета, приглашение все предметники русского языка, математики. И в течение следующей недели пройдет курс по повышению квалификации. Заработную плату получили по январь месяц, февраль месяц уже в пути. Вопрос касающийся. Есть какие-то проблемы? Нет, проблемы нет. Работа идет в штатном режиме. 27 февраля состоялась коллегия Минздрава Республики Дагестан, где только по двум случаям было сделано замечание нашему району. Об этом сообщила Каусара Шуаибова, заместив главного врача Центральной районной поликлиники. На прошлой неделе с вторника работала бригада проверяющих из ФОНС. В течение недели они проверку завершили, но справку еще не представили. Также на прошлой неделе приезжала проверка по лечебному питанию. Они выезжали в пятую участковую больницу, довольны работой, как поставлено, как мы это самое и составляем, и порционки, и как кормим больных. И замечаний не было. Они уехали от нас очень довольны. В пятницу 27 числа состоялась в Министерстве здравоохранения Дагестана расширенная коллегия по итогам 2014 года. Наш район прозвучал два раза в докладе министра. Это по смертности перинатальной смертности и по лиц смертности трудоспособного возраста. Хотя, Джамбулат Шапеевич, по сравнению с прошлым годом у нас показатель перинатальной смертности на 0,7 снизился, но этот показатель у нас превышает из-за того, что у нас зарегистрировали, это самое, берутся в отчетах показатели смертности зарегистрированы по ЦСО, не по медицинским организациям, так как у нас во всех регионах России проживают наши жители Хазаревтовского района, которые сохраняют за собой прописку района, и они где бы ни умерли, эти смертности за нами регистрируются. Поэтому у нас показатель смертности лиц трудоспособного возраста, естественно, в этом году он на 0,5% у нас вирус. Это от нас независимые причины, тут в основном идут за счет внешних причин, это и автоаварии, это и суициды, это всякие причины, которые не связаны с медицинским работникам. Эпидостанок, он благоприятный, зарегистрирован один случай вирусного гепатита А в селении Акса, это больная Яртурханова Рупья, 66-го года рождения, контактных по дому двое. Все они оба обследования на маркере, это самое, эпидрасследование в Ачаге проводится, больная и госпитализирована инфекционный стационар города Хаса-Юрс. Острые вирусные инфекции зарегистрированы 43 человек, из них 40 детей, трое взрослых, госпитализации ни один человек не подлежал, все они получают амбулаторное лечение. Острые кишечные инфекции зарегистрированы за неделю 8 человек, из них 5 детей, трое взрослых, госпитализировано 2 детей, остальные тоже получают амбулаторное лечение. В флюорографии за прошлой неделю охвачено 708 человек, из них на дополнительные исследования попали 24 человека, они будут в течение двух недель обследоваться, повторно, еще двукратно будут делать флюорографию, это сам повторная читка, потом будут выводы, подлежит взятие на учет или нет. Температурный режим во всех медицинских организациях соблюдается. В Оксаевской участковой больнице у нас идет полным ходом ремонт, там меняют всю систему отопительную, это после выезда президента и министра нашего здравоохранения по свободному, они начали ремонт, там идет капитальный ремонт. Так зарплату за январь полностью выплатили, за февраль месяц тоже мы аванс уже своим работникам всем выплатили. Так бригады продолжают выезжать, два раза в неделю выезжает детская бригада и один раз в неделю выезжает взрослая бригада. Все лечебные организации Хафирского района работают в обычных режимах по плану. Управление социальной защиты населения продолжается выплаты за январь месяц, говорит Атикат Азаматова, начальник данной службы. Продолжается также инвентаризация личных дел получателей пособий. Выплаты пособий, льгот и ЕДВ. По отделу пособий семьям с детьми единовременно, ежемесячно и льгот только за январь месяц. ЖКУ по всем категориям только за январь месяц и также по отделу ЕДВ ветераны труда, труженики телореабилитированные и также жертвополитических репрессий только за январь месяц. Далее в связи с тем, что Управление социальной защиты населения с 1 января по приказу Министерства труда проводило инвентаризацию личных дел получателей выплат. И эту работу мы совмещали с приемом граждан и с назначением выплат. Нам продлили до 1 апреля, до 10 апреля 2015 года проведение инвентаризации. Также Министерство труда и социального развития Республики Дагестан согласовало калькуляцию по погребению умерших реабилитированных лиц на территории Хасавертовского района. Постановление было принято администрация Хасавертовского района. Сегодня по калькуляции эта сумма составляет 9300. До этого она составляла 17500 в сторону уменьшения. Согласование в сторону уменьшения. И постановление тоже. Это связано с принятием изменений постановления о погребении. Так, сумма будет составлять, социальное пособие на погребение сегодня составляет 527728. А через Управление социальной защиты населения будет идти 4002272 копейки. Это почти что в 3 раза меньше, чем было. Далее на прошлой неделе было принято постановление правительства Республики Дагестан. Это 24 февраля 2015 года о внесении изменений в некоторые постановления правительства Республики Дагестан. В связи с этим также мы получили приказ Министерства труда и социального развития Республики Дагестан. В приказе сказано принять сведения, что согласно указанному постановлению правительства Республики Дагестан, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа с 1 января 2015 года предоставляются в денежной форме в виде ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1000 рублей. Далее, размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации 1 раз в год 1 апреля текущего года, исходя из установленного федеральным законом в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Если написано постановление по одному месту проживают или пребывание, зарегистрировано несколько граждан, допустим, если в семье несколько учителей, 1, 2, 3, имеющих право на меры социальной поддержки, ежемесячная денежная выплата предоставляться каждому гражданину, то есть каждому специалисту. По постановлению документы за 2014 год предоставляются, и мы принимаем их до 1 марта. Вчера было столпотворение просто из-за того, что жители нашего района смотрят нашу передачу. Еще раз хочу напомнить, что 1 марта уже завершился период приема квитанции, а люди ходят и ходят, в свое время не оплатили они, сейчас оплачивают и ходят, а уже включить базу и оплатить мы их уже не можем. Считайте, эти деньги пропали. Так как все учителя смотрят наше совещание, ЕДВ, вот это, 1000 рублей, имеет право получать только те педагогические работники, которые, вот ставка их составляет где-то 0,75. Не половина ставок, не 7,8. Да, вот пришла какая-то рекомендация или новое положение, вы официально сразу в управлении образования давайте бумагу. Они уже, соответственно, у них, кроме наших мероприятий, у них в своем плане ежедневное совещание, мероприятие, они вызывают территорию школы, разговоры. Они уже, соответственно, сами своим руководителям дадут эти изменения в каких-то положениях, они сами дадут это в рабочем порядке, то есть все. Ахмед Исаков, начальник отдела по физкультуре и спорте и делам молодежи, говорил по этапному внедрению сдачи ГТО. За истекший период состоялась коллега, по итогам, мы уже сказали, по итогам по 2014 года. Также у нас во исполнение, на прошлой неделе во исполнение указа президента Российской Федерации и распоряжение правительства Российской Федерации вышло распоряжение главного муниципального образования Хасовского района по этапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В муниципальном образовании у нас составлены планы, составлен у нас состав межведенцевой группы, составлены планы работы и она будет обладать за три этапа. До конца учебного года должны завершить с учащимися школы. Потом второй этап начинается у нас задача работать бюджетниками нашими, третий этап – общим населением нашего района. Здесь единственная проблема, вот на прошлой неделе также у нас собрали министерства, была межведенцевая группа с министерством образования, министерством здравоохранения и наше министерство совместно проводило совещание с нашими руководителями, отделами, что именно ГТО должны именно центры создавать. Вот такие центры должны создаваться в нашем районе. Один-два центра может по зонам создавать. Вы же с нами обсуждали, давайте срочно раздавайте, мы же направление тоже посмотрели, где это будет. Одно и то же не повторяю, надо дана команда, уже в тот же день должна была насоснована, как мы с вами обсудили, то больше времени не отнимать, уже на свой же день у нас есть же другие задачи. Уже до конца учебного года должен первый этап закончить. Ну давайте делайте все заранее графиком, не надо последнего не ожидать. Если кто-то где-то пассивно относится, пожалуйста, доведите. А так, если все активно работают… Так, на прошлой неделе у нас в Нальчика проходил первенство СКФ по вольной борьбе. Среди молодежи до 20 лет, из нас участвовали 6 спортсменов, одно первое и одно второе место. Так же у нас в Казахстане прошло, в городе Костанае прошел международный турнир по вольной борьбе и из нашим районам выезжали 5 человек, одно первое и два третье место. В Нальчика проходило первенство по боксу, это отборочные соревнования, среди младших и юношей, 2001 года, где 2 года рождения, 5 человек было и одно первое и одно третье место область партнерского аюльта. По линии молодежные политики у нас. Здесь на прошлой неделе в актовом зале прошло организованное совместное паспортное визитное лицо, паспортное столом, выдача паспортов юноши, достигнув 14 лет, посвященных Дню Защитного Отечества. Самое отражительное вручение от паспортов проводил глава администрации, заеденный визит, постарше проводил. У нас намечено на 8 марта, посвященное на 8 марта, число, число, пятницу, тоже 10 часов, совместно с паспортом визитное службу проведения. Также у нас в среду, в прошлом сезоне у нас в актовом зале прошло совместное заседание Совета молодежи и молодежной администрации. Это вопрос разработан совместным планом работы по подготовке 73-й победы в Великой Отечественной войне. Также на прошлой неделе, 26 число, у нас в городе Каспий состоялся Республиканский молодежный форум «Доброводство. Силь жизни». Выехали наши директоры, участвовали в мероприятии. В течение дня на территорию также действовала переведенная станция приливания крови «Я донор». Молодежи из нашего района приняли активную участие в сдаче крови на этой станции. У нас завтра, 5 марта, в седине нашим отделом проводится большое мероприятие, посвященное это приеду представители Министерства по делу молодежи. Будут наши представители совета молодежи, молодежные администрации, молодежные центры, АТК будут наши, я уже говорил, комиссии по делу населения летних, потом и партии «Единая Россия». Тема у нас духовно-радственное воспитание молодежи. Приглашается переведенный айтаж, газеты нашей вести, это посвящено то же 70-летию победы великой жизни. Работаем по плану, где по следующим. О работе управления культуры доложил Идрис Загалов. Постоялась коллега, расширенная коллегия Министерства культуры, где присутствовал сам Физерий Александрович Саидов, представитель парламента Республики Дагестан, также закурируемый культуру вице-премьер Карибов, и присутствовали также другие министры и также депутаты народного собрания. В таком расширенном формате прошла коллегия Министерства культуры, где министр культуры отчитывался за 2014 год в проделанной работе и перспективно 2015 год в задачах. В муниципальном образовании Физерийского района отдела культуры работа оценивается положительно, в нескольких моментах она оценивалась, ее подчеркивали. Также подчеркивалась хорошая работа по открытию Центр традиционной культуры России в Саидовском районе и открытию таких центров 10. И перед нами ставится задача по улучшению качества этих центров. В 2015 году перед нами такая задача стоит. Министр культуры перед себя ставит задачу на 2015 год. Это первое, это 2000-летие Дербента, второе, это год литературы, третье, это победа над фашизмом, 70-летие победы над фашизмом. Вся программа наша тоже нацелена на эти задачи. В здании Сельского дома культуры в Сене-Чичали в 25 февраля провели конкурс на лучший рисунок среди школьников «Земля – наш общий дом. В войне нет места в нем». Посвящение Дню защитника Отечества. Также в 23 февраля провели тематический вечер в здании Сельского дома культуры Батайюрт посвященный Дню защитника Отечества под названием «Для мужчин дела чести защищать Родину». На море 5 принял участие около 30 участников, которые декламировали стихии, исполняли патриотические песни о Родине. 25 февраля народный ансамбль «Ла Маназ» Центр традиционной культуры народа России Сене-Асмайюр принял участие в рамках международного форума «Дербент на перекрестке цивилизации» посвященную 2000-летию Дербента, который прошел в Морочкале в Национальной библиотеке. С 21 по 24 февраля солисты вокального ансамбля «Эхо Город» приняли участие в Всероссийском фестивале конкурс народного творчества в февральском округе города Сочи, где заняли ведущие места первое и второе место, за что были награждены дипломами и памятными призами. В библиотеках района в рамках года литературы прошел ЦИК Меркетти и урочен писательным юбиляром под названием «Книги твоего формата» «Нобелевские лауреаты и юбиляры» «Пастернак» 125 лет, «Бродского» 75, «Школа Холсту» 115 лет. Также по актуализации, который мы ведем в задание, отдел культуры почти практически выполнен. Заведено было 197, почти 200 материалов они дали. Вся информация о проведенном работе на реанализации мы выставили. Также о работе отчитались начальник финансового управления Буша Али Магомаев, представитель отдела внутренних дел по Хасавертовскому району Истрапил Гусейнов и другие. За истекшую неделю на территорию района есть 6 преступлений, 7 раскрыты. К сожалению, на прошлой неделе не обошлось без тяжких преступлений. Это и убийство, и связь с сотрудниками правоохранения органов. А потеряность это где? То, что сурикенки были? Это на прошлой неделе, да, у нас получается? Да, это на прошлой неделе было. Один сотрудник объекта, к сожалению. Но, несмотря на это, работа ведется. Оперативная обстановка в районе стабильная, контролируемая. Головница плановые мероприятия. Завершая совещание, глава района акцентировал внимание на работу по освещению СМИ и дисциплине. Ведь с этого начинается любая работа. Продолжение следует...